И крылья Советов, и Ростов на старте чемпионата набрали не очень много очков. Молодые игроки самарцев только набирают опыт в играх высшего дивизиона. А вот южане набирают форму после тренерских перестановок. Команду покинул Валерий Карпин, который теперь возглавляет сборную России. Его место занял опытный наставник Юрий Семин. Победа в очном матче помогла бы командам закрепиться в середине турнирной таблицы и несколько оторваться от группы аутсайдеров. Поэтому соперники решили сразу играть в атакующий футбол. Моменты возникали и у хозяев, и у гостей. Игра шла на высокой скорости. Реализовать свой шанс первыми смогли игроки Ростова. Камаличенко остался в штрафной совершенно один и после прострела с фланга отправил мяч ворота. Но еще до перерыва самарцы смогли отыграться. Тоже прострел с фланга, и снова игрок Ростова переправляет мяч ворота. Правда, в этот раз в свои. Очень веселый для зрителей, но не для тренеров. Есть определенная ложка дегтя, что в обороне мы позволяем чуть больше. И любая наша ошибка сразу же преобразуется в гол. После перерыва скорости не убавились. Команды продолжали атаковать. На 51-й минуте после очередного углового у ворот гостей мяч взлетел над штрафной. Защитник гостей попытался выбить мяч головой подальше, но попал точно на ногу Бегичу. И защитник красивым ударом вывел крылья вперед. А через 7 минут самарцы прессингом заставили ростовчан потерять мяч у своей штрафной. Глушенков реализовал свой шанс. 3-1. Гости бросились отыгрываться, и на 69-й минуте Глебов ударом из-за штрафной счет сократил. В концовке забить могли обе команды, но удалось это крыльям. Уже в дополнительное время Пеняев и Сорвели убежали в контратаку, и последний точным ударом установил окончательный счет. 4-2. После победы крылья поднялись на 10-е место в турнирной таблице. У них в активе 10 очков. Следующий матч самарцы проведут 22 сентября в Кубке России на выезде. Соперником станет знамя из Ногинска. А в чемпионате России крылья сыграют в субботу в Санкт-Петербурге против лидера чемпионата «Зенита». Андрей Грагуленко. События. Продолжение следует...